Хочу обсудить некоторые очень важные моменты о том, когда употреблять добавки и даже пищу с пробиотиками. Как этим микроорганизмам выжить в сильной кислоте нашего желудка? То есть, выживают ли они вообще у нас в желудке? Это наша тема сегодня. О микроорганизмах надо знать пару вещей. Они буквально управляют миром. Они преобразуют углерод, азот, кислород, серу в такую форму, в которой их могут использовать растения и животные и все другие формы жизни. Даже если говорить о фотосинтезе, все думают, что большую часть фотосинтеза осуществляют растения, преобразуя свет, воздух и воду в биохимические вещества и топливо. Но знаете ли вы, что наибольший вклад в фотосинтез вносят микроорганизмы? Микроорганизмы есть в почве, они есть в корнях, в растениях, они есть в животных, они есть также внутри и на поверхности наших тел. На самом деле, количество микроорганизмов в нашем теле и на нём в 10 раз превышает количество наших клеток. То есть, наше тело по большей части состоит из микроорганизмов. У всех растений и животных есть теснейшая связь с микроорганизмами. Микроорганизмы помогают получать нутриенты, обеспечивают иммунную защиту, защищают от патогенов, они помогают нам выводить токсины, переваривать пищу, создавать витамины, переваривать то, что мы не перевариваем, например, клетчатку. Некоторые лекарства делают из микроорганизмов, например, антибиотики. Кстати, когда принимаете антибиотики, всегда вместе с ними принимаете пробиотики для профилактики кандидоза. Ведь именно они сдерживают рост кандиды. Когда мы принимаем антибиотики, они могут убить большую часть вредных микроорганизмов, но выжившие станут устойчивыми к иммунным клеткам, сильнее, и их будет труднее убить. Поэтому принимать много антибиотиков — плохая идея. Далее, ферментированные продукты. Всё, что вы, вероятно, любите. Хлеб, шоколад, сыр, пиво, вино, дрожжевой хлеб, корж для пиццы. Все ферментированные продукты созданы микроорганизмами. Много публикуемой информации о том, что полезные микроорганизмы погибают от кислоты в желудке, взяты из одной короткой статьи, кажется, 2014 года, университетского колледжа Лондона. Авторы просто измерили выживаемость восьми пробиотиков в кислоте желудка, и оказалось, что выжил только один. Эта тема очень мало изучена, но соляная кислота может убивать микроорганизмы, если она достаточно сильная. Желчные соли тоже могут влиять на кишечную флору. Ведь одна из целей желчи — не допускать попадания микроорганизмов в тонкую кишку, предотвращать избыточный бактериальный рост в ней, отчего любая пища вызывает вздутие. Итак, нам надо знать, что в норме pH желудка должен быть от 1 до 3. Это кислотность соляной кислоты. Это крайне кислая среда. И кислота действительно убивает многие микроорганизмы. Не все, но довольно много. Некоторые микроорганизмы живут при определенных pH. Они очень живучие. Некоторые могут жить без кислорода. Итак, pH здорового желудка молодого человека должен быть от 1 до 3. Но с возрастом кислотность у нас снижается. Когда я вел практику, я проверял pH желудка у многих пациентов. И я очень редко находил людей, у которых pH был от 1 до 3. Обычно pH был 4, 5, иногда 6, а иногда даже 7. Такая сильная кислотность в желудке нужна для трех главных целей. Переваривать белки, убивать патогены, не давать микроорганизмам пройти через желудок и третье — улучшать усвоение минералов. Вот некоторые способы повысить выживаемость пробиотиков при прохождении через желудок. Можно ослабить кислоту, приняв пробиотики или съев продукты с ними, лучше всего после еды. Кроме того, pH желудка изменяется с течением дня. В начале дня pH не такой кислый. Утром pH равен примерно 4. Я не советую завтракать, но для тех, кто завтракает, это лучшее время для пробиотиков. Но можно принимать пробиотики в первый приём пищи, то есть в обед или даже в ужин. Ведь пища как бы разбавляет кислоту, и это повышает выживаемость пробиотиков. Итак, вопрос в том, насколько сильна кислота и как долго микроорганизмы подвергаются её действию. Например, вы голодаете и хотите применять пробиотики. Можно просто выпить больше воды, когда принимаете их. Это ослабит кислоту и уменьшит её воздействие, ведь вода пройдёт через желудок быстро, а вместе с ней и пробиотики. Если получать пробиотики из ферментированных овощей, таких как квашеная капуста или кимчи, то в них уже другие микроорганизмы — лактобактерии. И это не один штамм, а целое семейство или сообщество. Эти микроорганизмы могут выживать при pH 2,5 в течение трёх часов. Принимая пробиотики, также надо знать, что их лучше не принимать, когда вы пьёте яблочный уксус с водой или даже лимонную воду, ведь то и другое кислота. Принимайте их в другое время дня. Кстати, пробиотики, которые рекомендую я, в основном выживают при pH желудка даже в сильной кислоте. И кое-что по поводу кефира и йогурта. Мне нравится употреблять немного кефира. Он немного лучше йогурта, если только вы не найдёте отличный болгарский йогурт. Я пью немного кефира после еды. Я могу добавить в него шоколадную крошку из шоколада без сахара. Это максимально повышает шансы микроорганизмов выжить. Вам также нужно знать, что когда мы едим сырые растения, выращенные в почве, в этих растениях тоже есть микроорганизмы. И они потенциально могут служить пробиотиками. К сожалению, многие овощи из магазина выращены не в почве, особенно зимой. Их выращивают методом гидропоники или даже аэропоники. Или их выращивают в каком-то губкоподобном материале, и в них нет микроорганизмов, которые есть в растениях, выросших в почве. Раз мы заговорили о пищеварении и пользе продуктов, обратите внимание, что извлечение нутриентов из пищи невозможно без здорового желчного. Если вас интересует данная тема, предлагаю свой курс об этом. Вы уверены, что у вас всё в порядке с желчным пузырём? А если в нём камни, надо ли его удалять? А если удалили желчный пузырь, как правильно питаться и избежать осложнений? Как справляться с запорами, коликой, вздутием и тошнотой? Об этом я расскажу на своём курсе о желчном пузыре. Записывайтесь по ссылке внизу. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok